Гул машин для переработки молока не стихает даже в полдень. Круглыми сутками здесь не останавливается производство. Охлаждаем обратно для творога. У нас фепаратор отделяет сливки, а с патрульом идет у нас туда обратно. И мы его до определенной температуры охлаждаем. Марина Ткачева трудится на заводе вот уже 16 лет. Это одно из самых стабильных предприятий. Не хватает лишь больше автоматизации, признается женщина. Это в разы увеличит производительность. Небольшими шагами мы постоянно модернизируем производство. В настоящее время мы планируем закупить фасовочный автомат, прозрачные пакеты, фасовать творог. Только творога в день на прилавки в магазинах поступают около тонны. Сырье закупают у местных фермеров. Уже сейчас планируются более крупные поставки. В районе рассчитывают открыть молочно-товарную ферму. Для запуска производства все готово. Кормовая база у нас есть вся техника для этого есть, специалисты есть. Ну как бы все есть, осталось желание есть, а самое главное есть желание. Осталось дело за малым найти денег и построить ферму и развиваться. Но трудности с кредитованием возникают практически у всех сельхозпроизводителей. Довольно сложновато взять кредит в банки. А также само финансирование. Матвей Гершевич заявил, что все эти вопросы будут решены. Я думаю, этот вопрос интересует министерство сельского хозяйства. Он будет решаться оказанием практической помощи. Ведь темпы производства в районе увеличиваются с каждым годом. За прошлый год по промышленному производству мы достигли, произвели продукции на 2 миллиарда рублей. Сельхозяйственная продукция на 1 миллиард. Субъекты малого предпринимательства у нас отгрузили продукцию собственного производства на 1 миллиард рублей. В Бичурском районе развиваются не только крупные предприятия. Уже в этом году было создано 20 рабочих мест. 9 сельчан открыли собственное производство. Ольга Войложникова, Виктор Еланцев. Новости дня.